На улице Гожувской в Саранске обнаружен труп мужчины. Свидетелями происшествия стали десятки горожан. Информация в одном из саранских пабликов появилась в районе 4 часов вечера. Очевидцы сообщили, тело лежало на земле по меньшей мере 2 часа. За это время приезжали сотрудники полиции и скорой помощи, но умершего не спешили увезти. Видимых насильственных признаков смерти не было, со слов очевидцев. Отчего внезапно скончался мужчина, установит экспертиза. 16 июля на территории Республики Мордовия зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. В 9 часов 50 минут утра на 18-м километре автодороги Сурска и Ульяновск произошло столкновение трех автомобилей. Это автомашина Скания, автомашина Лада Гранта и автомобиль МАЗ. В результате данного дорожно-транспортного происшествия травму получили водители, пассажиры автомашины Лада Гранта. Они были доставлены в лечебное учреждение. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. Четвертый отдел полиции Саранска разыскивает без вести пропавшего Москаева Николая Григорьевича 1956 года рождения. Мужчина ушел из дома 13 июля и до настоящего времени. Его местонахождение неизвестно. Приметы. На вид 55 лет, рост 175-180 см, худощавый телосложение, глаза карие, волосы светлые и короткие с залысиной на лбу. Был одет в джинсы синего цвета, черную футболку, черные летние туфли, ветровку черного цвета, серо-белую бейсболку. Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефону в Саранске 2977-88, 2977-61 или 102. Также отделом полиции номер один у МВД России по городу Саранск устанавливается местонахождение пропавшего без вести Осипова Федора Ивановича 1966 года рождения жителя Саранска. Утром 16 июля 2021 года он ушел из дома и до настоящего времени о нем ничего не известно. Приметы. Плотного телосложения, рост 165 см, волосы седые, был одет в коричневую рубашку, темно-серые брюки, при себе имел пакет с термосом. Всем, кто располагает какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 2977-01, 76-08-80 или 102. В Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Розаевки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи 30, частью 1, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на убийство». В дежурную часть отдела МВД России по Розаевскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и вдавленными оскольчатыми переломами левой теменной и затылочной костей 58-летней местной жительницы. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью женщины был задержан ее знакомый, с которым она проживает совместно. Мужчина задержан сотрудниками полиции. Внимание! Полиция ищет мужчину, повредившего конструкцию на Розаевской площади Тысячелетия, реконструированной совсем недавно. По предварительным данным, свой поступок он совершил около часа ночи 2 июля. Кто повредил воздушно-пузырьковую панель и чем она ему помешала, выяснить только предстоит. Однако подозреваемый попал на запись камер видеонаблюдения. Если вам что-либо известно о личности указанного молодого человека или его местонахождение, просим сообщить по телефону 8, код города 8342-3859-64 или 102. В Мордовии в целях активизации работы по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии совместно с сотрудниками МВД проводят профилактическую акцию «Оружие-2021». В ее рамках можно добровольно выдать правоохранителям предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в управление Росгвардией Республики Мордовия. За 6 месяцев проведения на территории региона 13 профилактической акции «Оружие-2021» гражданами на возмездной основе сданы 21 единица незаконно хранящегося оружия и 276 штук патронов. По заявлению 21 гражданина в текущем году осуществлена процедура выплаты денежных средств в размере 63 106 рублей. Продолжение следует... Одна из них — автоледи за рулем Форда. При проверке было установлено, что в салоне автомашины находятся двое детей, а у водителя имеются признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования женщина отказалась. В отношении нее сотрудниками госавтоинспекции был составлен административный материал. Водитель, расскажите, пожалуйста, откуда и куда вы направлялись? Почему ребенка перевозите без детских удерживающих устройств? Товарищ водитель. А мне что, 15-летнего надо в кресле возить? Он у вас не пристегнутый был? Он пристегнутый был. А почему спиртные напитки употребляете и садитесь за руль в нетрезвом состоянии? Можете об этом что-то пояснить? Осознаете, что подвергаете опасности жизни ребенка, свою жизнь, жизнь окружающих? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...